Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава послания к евреям для библейского портала Экзегет. Первые две главы о превосходстве Христа над ангелами и о том, что означает это превосходство для людей. А в конце второй появляется новая тема. Развитие той же самой, но новая ее сторона. Бог стал человеком. Христос был первосвященником и пройдя через опыт смерти, опыт страдания, может помочь людям, которые проходят через этот же опыт. Не потому, что иначе всемогущий Бог был бы бессилен, но потому, что не имея этого опыта, Он бы просто не знал, каково нам проходить через них. Вот Третья глава развивает тему Христа, который превосходит все, что было до Него и которого автор называет первосвященником. К этому Он еще не раз будет возвращаться. Итак, святые братья, причастные небесному призыву. О, как Он обращается к Своим адресатам. Не просто привет, ребята, не просто верующие, а святые братья, причастные небесному призыву. То есть, те, кто имеет свою какую-то долю в этом небесном мире. Размышляйте о том, кого мы исповедуем посланникам и первосвященникам о Христе. Он был верен Создателю Своему и Моисею во всем доме Его. Это цитата из книги «Чисел» во всем доме Его. Ну, то есть, он был сам из еврейского народа и соблюдал, соответственно, закон Моисеев. Поэтому был верен Создателю и Моисею, как тем, от кого этот закон пришел. И он удостоился славы больше, чем Моисей. Так и зодчий прославляется намного больше созданного им дома. То есть, живя в этом доме, живя в еврейском народе, соблюдая, соответственно, Моисеев закон, он был одновременно зодчим этого дома, тем, кто этот дом построил. Ведь всякий дом кем-то построен, и все устроено Богом. Моисей, как служитель, был верен во всем доме, его свидетельствуя о том, что еще не было сказано тогда. Да, вот получается так, что Христос строит дом, то есть, создает этот народ, но приходит в него не сразу. А Моисей, закон и те, кто живут в этом доме, собственно, живут ожиданием этого прихода. Моисей, как служитель, был верен во всем доме, его свидетельствуя о том, что еще не было сказано тогда. А Христос, как Сын, правит Божьим домом, и дом его мы сами, если, конечно, не теряем дерзновения и твердо до конца держимся той надежды, которой можем похвалиться. Ну, то есть, этот дом по-прежнему мы, хотя можно потерять принадлежность к этому дому, утратив надежду, надежду, которой мы хвалимся. Да, такая необычная формулировка, но чем может хвалиться христианин? Сегодня, ой, много чем. У нас история, у нас культура, нас много, у нас там достижения всякие. А тогда только надежды. Надежды на то, что мы что-то получим. Ну, и на самом деле, может быть, эта похвала даже важнее и больше, чем похвала какими-то собственными достижениями. Из этого практический вывод. «А потому, как говорит Дух Святой, сегодня, если услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших, не ропщите, как было в день искушения в пустыне. Искушали меня отцы ваши, проверяли, наблюдали, что я творю сорок лет. Зато прогневался я на это поколение и сказал, вечно блуждают их сердца, и не познали они путей моих. И поклялся я тогда во гневе. Не войти им в страну моего покоя». Очень важная для послания цитата из 94-го Псалма здесь пересказывается событие исхода. Израильтяне, выйдя из Египта, ропщут на Бога, они постоянно чем-то недовольны, им что-то не нравится, и в результате Бог говорит, что это поколение будет бродить по пустыне сорок лет, и, соответственно, не войдет в страну моего покоя. А что такое страна моего покоя? Вот об этом потом будет очень много и подробно сказано. Смысл в том, первичный, буквальный смысл текста, что вот они входят в некоторую страну, где они обретают покой, дарованный Богом, где к ним больше там никто не пристает с работами, как в Египте, не нападают на них враги, не уничтожают их, какие-то бедствия. Вот они там спокойно живут. Вот такой буквальный первичный смысл. И, соответственно, те, кто Богом недоволен, они погибают по дороге в эту страну и сорок лет бродят по пустыне, просто чтобы вымерло поколение рабов. Здесь, конечно, очень хочется проводить параллели с современной историей, но не буду. Смотрите, братья, чтобы у кого из вас, часом, не оказалось сердце лукавого и неверного, оно уведет вас от Бога живого. Так что каждый день ободряйте друг друга, пока еще можно сказать сегодня. Что значит пока еще можно сказать сегодня? Сегодня, можно сказать, в любой момент времени. Не так ли? Но имеется в виду, конечно, нынешний период времени. Пока еще вот это сегодня, такое, какое оно есть, какое-то неустойчивое, какое-то непонятное, настанет завтра. Придет день, когда будут подведены итоги. И тогда поздно будет что-то пытаться сделать или сказать. Ободряйте друг друга, пока еще можно сказать сегодня, чтобы никто из вас не ожесточился обманутый грехом. Смотрите, он, могу сказать, не грешите. Он, конечно, к этому и призывает, но он говорит, чтобы кто из вас не ожесточился обманутый грехом. То есть грех есть прежде всего обман, грех есть прежде всего некоторая такая потеря того, что в человеке есть. И оно ведет к ожесточению, оно ведет к тому, что человек утрачивает вот эту открытость. Грех, и сам по себе плохо, в этом нет сомнений, но еще хуже то, что он меняет человека, что он лишает его этой надежды, что он дает ему это ожесточение в его каких-то привычках и таких формах жизни, которые, в общем, ничего ему не дадут. И вот сегодня это время, в течение которого это все может измениться и в одну, и в другую сторону, а потому ободряете друг друга, а потому помогаете друг другу, потому не то, что обличаете друг друга во грехах, не то, что проповедуете друг другу праведность, это все хорошо, но поддерживаете друг друга. Это очень важный принцип жизни христианской общины. Поддерживаете друг друга, чтобы кто-то не ожесточился обманутый грехом. Мы теперь причастны к Христу, если только твердо храним до конца, что приобрели изначально. Да, ключи от дома можно и потерять, тогда не войдешь. Как и сказано, сегодня, если услышите голос его, не ожесточайте сердец ваших, не ропщите. Ну, это вот повторение цитаты из Псалма, которая уже только что в этой главе была. И важно еще и еще раз это подчеркнуть. Смотрите, вот может быть ропот на Бога, то есть какая-то попытка сказать, нет, все не так, как надо, нет, я хочу по-другому. Если это происходит так, то последствия плохие. Вот примером, израильтяне, вышедшие из Египта, не ожесточайте сердец ваших, не ропщите. Из тех, кто слышал, некоторые возроптали, но не все, кто вышел с Моисеем из Египта. Да, вот история исхода, когда периодически израильтяне были недовольны. Ну, понятно, что не все 100%, но значительная их часть. На кого же тогда гневался Бог 40 лет? Разве не на тех, кто согрешил, и трупы их пали в пустыню? Соответственно, они погибли, те, кто был этим исходом недоволен. И про кого поклялся, что не войти им в страну покоя? Разве не про тех, кто был неверен? Ну, просто объяснение того, что уже было. Не хотели, так и не вошли. Так мы видим, что не позволило им туда войти именно их неверность. Вот у Павла мы постоянно встречали эту идею о том, что спасение через веру. И послание к евреям доказывает тот же самый тезис, но только другим путем. Приводит пример из истории Ветхого Завета о том, что те, кто вышел из Египта, но не сохранили эту верность как практическое доверие Богу, как надежду, которую они хранят, они, собственно говоря, и погибли по дороге. И это образец для христиан, которые могут, к сожалению, пройти по тому же самому пути уже в эпохе Нового Завета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok